МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашей программе. Действительно, скорая помощь. Как в Канаше обновляют медицинский автопарк. Всегда готовы. Отчего спасали население на всероссийских учениях по гражданской обороне. Улыбаемся и машем помпонами. Каким трюком научилась наша съемочная группа на соревнованиях по чирлизингу? Сегодня свой день рождения отмечает президент нашей страны. Впервые за долгие годы Владимир Путин взял выходной. Президент был в нашей республике с официальным визитом три раза. Первый раз еще в качестве премьер-министра. А Владимир Путин побывал не только в столице республики, но и в сельских населенных пунктах. Творческая группа нашей телерадиокомпании дважды освещала его ежегодные пресс-конференции в Москве. В конце июля этого года президент принимал в Кремле главу Чуваша Михаила Игнатьева. А уже 6 августа Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Чувашии Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». В его рамках 9 октября состоится заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. К спортивной теме мы еще вернемся, а пока к другим новостям. Сегодня из Канаша вышли в рейс 15 новых автомобилей скорой помощи. Ключ от современных машин водителям вручил глава республики Михаил Игнатьев. В Чувашии постепенно планируют модернизировать весь медицинский автопарк. Как реализуется эта программа узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Эти машины сами медики называют реанимацией на колесах. Внутри салона самая необходимая аппаратура. Прибор искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, носилки. Водители, которые сядут за паранку новых «Газели», говорят, что их старые машины уже давно необходимо списать. Слишком много времени уходит на устранение серьезных поломок. Вот бывали случаи, что машина не доезжает, ломается машина. На этих машинах мы уверены, что не должны такого допустить. Машины хорошие, как говорится, теплые, комфортабельные. Новые кареты скорой медицинской помощи из Канаша отправятся в пять муниципалитетов. В республиканском Минздраве считают, что в ближайшие годы необходимо обновить весь автопарк службы 03. И делают это поэтапно. Недавно ключи от современных авто получили медики Чебоксары-Новочебоксарска. На очереди и другие районы. Это Цивильский район, Красноармейский район, город Канаш, Канашский район и Янтиковский район. Вот эти вот 15 машин, которые мы видим, они как раз предназначены для работы 13 бригад, обслуживающих эти районы. И две машины, они у нас остаются резервные машины, которые будут на случай сходов свиньи из-за полома каких-то. Вместо УАЗа в больницы поступают полноприводные газели, которые тоже способны преодолевать бездорожье. Машины приобретают по принципу аутсорсинга. Автомобили обслуживает и сдает в наем частная организация. Такие партнерские отношения государства и бизнеса должны пойти на пользу российской медицине. Главное, отметил Михаил Игнатьев, чтобы врачи всегда оперативно добирались до больных. Я встречаюсь с населением, ветераны высказываются, когда звонок там по определенным отдельным каким-то причинам. Бывают сбои, бывают случаи, когда человек до больницы не доезжает. Я предполагаю и рассчитываю, уважаемые работники медицины, на вас, что вы сделаете все с честью и достоинством для того, чтобы справляться своими прямыми функциональными обязанностями. Поэтому причин никаких у вас не должно быть. В этом году Чувашия приобрела более 50 машин скорой медицинской помощи. Для полной модернизации автопарка необходимо еще 200. Медриковалев, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня же глава Республики посетил Яльчахский район. Михаил Игнатьев проинспектировал ход строительства современного картофелехранилища. В Чувашии с переработкой овощей проблем никогда не возникало. Аграриям всегда требовались дополнительные площади для их хранения. Крупным хозяйствам сейчас просто необходимо задуматься о возведении подобных объектов. Нынешний год выдался богатым на урожай картофеля только в хозяйстве. Слава, картофелю было убрано более 5000 тонн второго хлеба. Новый комплекс возможно загрузить на 4500 тонн. Семена будут храниться в специальных контейнерах. В ангарах поддерживается оптимальный климатический режим. Температура здесь не ниже 3 градусов. Этот проект агрария реализуют в рамках целевой программы на строительство хранилища. Планируется направить более 60 миллионов рублей. Всего же в этом году в Чувашии намерены возвести 25 подобных комплексов. В этот ангар картофель завезут уже через 10 дней. В правительстве республики обсудили итоги декады старшее поколение, которая прошла с 26 сентября по 5 октября и была посвящена Международному дню пожилых людей. В эти дни для пожилых граждан были организованы различные вечера отдыха и выставки поздравлений и физкультурно-спортивные мероприятия. И Дни открытых дверей. Один из самых массовых проектов «Прогуляемся по-скандинавски». Его поддержали все учреждения социального обслуживания республики. Помимо развлекательных мероприятий, для ветеранов было организовано льготное обслуживание в парикмахерских, на транспорте оказана помощь в работе на приусадебных участках и по заготовке овощей на зиму. Около 250 тонн картофеля довозили до квартир пенсионеров бесплатно. После завершения декады старшее поколение, работа с работой с лицами старшего поколения будет продолжена. На сегодняшний день в республике проживает более 270 тысяч лиц старше трудоспособного возраста. И нужно сказать, что порядка 90% из них имеют различные меры социальной поддержки. Уборочные работы в районах республики завершены. Однако у фермеров еще полно работы. Необходимо подготовить почву к следующему посеву и создать хорошие условия для зимовки скота. Чем заняты фермеры сегодня, это наша съемочная группа узнала в Урмарском районе. Александр Игнатьев родился и вырос в Урмарах. Мама – сельский лекарь. Отец всю жизнь проработал на хлебозаводе. Стать фермером юноша решил после окончания сельхозакадемии. Первым делом взял в аренду участок недалеко от села. Несмотря на энтузиазм и уверенность в своих силах, без государственной поддержки не обошлось. Индивидуальным предпринимателям давали на развитие 300 тысяч. По этой программе выиграл эту сумму и приобрел 4 головы племенных нетелей. После этого показалось, что сельское хозяйство более-менее приносит доход. И до этого времени увеличило поголовье до 100 голов. За 5 лет увеличились не только поголовье, но и посевные площади. На данный момент у частного предпринимателя более 300 гектаров засеяны пшеницей, ячменем и многолетними травами. В следующем году Александр планирует строительство семейной фермы на 100 голов. А фермеры из Тегешевского сельского поселения в этом году освоили современные технологии. Новый трактор, привезенный из Германии, подготавливает глубокорыхлую почву без пашки. В этом хозяйстве используется сейчас, идет подготовка почвы, а именно глубокорыхление на глубину 50 сантиметров. Хотят перейти обработку именно без пашки. Благодаря этому на глубине 50 сантиметров, как у нас практика показывает, сохраняется больше влаги. Осенней влаги и весенней. И благодаря этому, даже в засушливые годы, хозяйство, которое именно начали использовать глубокорыхление, получает хорошие урожаи. Несмотря на засушливое лето, этот год для Урмарского района выдался урожайным. Делится Дмитрий Иванов. Однако работа на полях еще есть. До заморозков надо убрать 200 гектаров кукурузы и вспахать оставшиеся участки земли. С новой техникой этот процесс не затянется. Уверен заместитель главы Урмарской администрации. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. С очередным визитом в Чебоксары прибыла делегация из Китая. В Доме правительства обсудили ход реализации иностранных проектов на территории Чувашии. Какие решения были приняты на совещании, узнала наша съемочная группа. Делегация из Китая прибыла в Чебоксары, чтобы еще раз уточнить условия и методы реализации пяти их проектов. Строительство агропарка, реконструкция московского моста, создание сервисных центров по реализации перехода с традиционного топлива на газ и другие. Один из вопросов интересовавших гостей – это квота иностранной рабочей силы. Далее перешли к работе китайских строительных компаний в Чувашии. Обязательное условие для них – изучение всех строительных норм, правил и критериев, действующих на территории России. Ежегодно мы строим порядка 850-860 тысяч квадратных метров жилья. Очередность у нас в республике на сегодняшний день составляет порядка 77 тысяч человек. То есть, естественно, потребность жилья существует. Все проекты будут реализовываться на территории Чувашии поэтапно, как отметил глава города Леонид Черкесов путем от простого к сложному. Поэтому пока приняли решение начать с агропарка, выделив под него 100 гектаров земли. С участком еще не определились, но, возможно, его подыщут в Мурпосадском районе. И если проект будет успешно завершен, то реализация последующих не заставит себя ждать. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика. Крупное ЧП произошло на Чебоксарской ГЭС. С последствиями серьезные, но, к счастью, вымышленной ситуацией боролись спасательные службы в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. По сценарию на энергообъекте произошла авария. Машин из зала хватил пожар. Повреждение оборудования привело к аварийному сбросу воды. В итоге под воду ушли три населенных пункта ниже по течению Волги. К условному месту бедствия выдвинулись подразделения Главного управления МЧС России по Чувашии. Для координации работы и экстренных служб приступил к работе оперативный штаб. Также в зону ЧС направили специальный аэромобильный отряд. Его оборудование позволяет в автономном режиме проводить различные аварийно-спасательные мероприятия. На месте разбили полевой лагерь. Туда прибыл передвижной пункт управления. Была организована беспребойная передача данных. Также в рамках тренировки в городах и районах Чувашии специалисты гражданской обороны развернули эвакуационные пункты. Пункты выдачи средств, индивидуальной защиты, посты радиационного, химического и биологического наблюдения. Передвижные пункты питания. Завершатся учения 8 октября. В Чувашии подведены итоги заочного этапа конкурса между поисковыми отрядами республики. Всего в этом году во Всероссийской вахте памяти участвовали пять отрядов. В основном поисковики вели раскопки в местах больших сражений Великой Отечественной войны на территории Ленинградской и Орловской областей. В результате собраны огромные коллекции, пополнившие музей боевой славы, личные вещи, оружие, военная форма. Но самое главное, была проделана большая работа по поиску и захоронению останков бойцов и командиров Красной армии. За время экспедиции в Ленинградской области поисковиками отряда «Память» Педагогического университета обнаружены останки 12 солдат. В Орловской области сотрудники Службы судебных приставов Почувашской республики нашли останки 11 красноармейцев. По итогам всех мероприятий, проведенных поисковыми отрядами, наиболее результативными стали отряды «Набат» Средней школы номер 57, «Память Чебоксарского педагогического университета» и отряд Службы судебных приставов. Сборная команда победителей и призеров заочного регионального этапа конкурса поисковых отрядов будет представлять Чувашию в Кировской области на кружном слете. Бальные танцы, настольный теннис, бокс, борьба. Все эти виды спорта сразу можно будет увидеть на спортивном бульваре в Чебоксарах 9 октября. Сегодня президенты спортивных федераций рассказали журналистам, как это будет. Такому зрелищному виду спорта, как бальные танцы на спортивном бульваре, отдали одну из самых выигрышных и видимых площадок. Танцевать будут на площади Республики и на Красной площади. На то, что погода будет теплой и ясной, никто не рассчитывает, поделился Сергей Фомин. Что предпринять, чтобы не заморозить участников, в ближайшее время придумают. Но горожанам на этих площадках можно будет не только любоваться танцорами. Это будут показательные выступления, это будут мастер-классы для горожан, для взрослых детей, то есть и обучающие, и демонстрирующие мастер-классы. Таким образом ожидается синергетический эффект. Эстетический и согревающий, отметил президент федерации. На площадках настольного тенниса тоже можно будет согреться и подержать в руках ракетку. Все желающие, пожалуйста, прям приглашаем, приходите, спрашивайте, покажем, расскажем. Пока обсуждали теннис и танцы, с тренировки подоспел президент федерации баскетбола. В рамках форума на Красной площади у нас будет проведен мастер-класс игроками как раз баскетбольной команды Чебоксарские ястребы. Конечно, в части элементов из мастер-класса таких сложных трюков не будет проведено, но основы баскетбола там будут показаны, и будет все это показано зрелищно. Зрелищными обещают быть все площадки, однако помимо развлечения гостей форума и горожан, перед президентами федерации стоит и другая задача – встретиться с именитыми спортсменами и специалистами в своих видах спорта, обсудить проблемы, обменяться опытом. Череду спортивных мероприятий, посвященных Международному форуму «Россия – спортивная держава», продолжили чирлидеры. Кто они такие и почему любое спортивное событие с чирлидерами интереснее, узнавали Юлия Важенина и Андрей Шоклев. Это не просто танца на стадионе. Чирлидинг – это красивый спорт. Он знаком нам по большей части из молодежных американских сериалов, вроде «Бейверли Хиллз». Если тебе говорят о капитане группы поддержки, ты должен понимать – это самая клевая девушка по всей округе, которая осаждают толпу воздыхателей. Мэрил Стрип и Сандра Балок были среди чирлидеров, а сегодня демонстрируют свое творчество девушки Ленинского района города Чебоксар. Вполне возможно, будущие звезды. Девушки в спортивных юбках, в перерывах между матчами, сияющими улыбками, размахивают помпонами, демонстрируют настоящие акробатические номера и стройные ножки. Это и есть чирлидинг – изначально выступление групп поддержки команд, а теперь и самостоятельный спорт. Для наших детей, для наших районов это, наверное, новинка, потому что такие конкурсы мы еще не проводили. Но я думаю, сейчас вольется, это все актуально, думаю, будет распространено. Всего команд было 19. 19 школ выступали, все школьники 10-11 классов. Но само выступление предполагалось 2 минуты только. То есть за 2 минуты они должны были показать свою команду. У этих девчонок есть все – боевой дух, энергия и упорство в достижении цели, которые могут обеспечить им победу в решающем выступлении. Но победитель будет только один. Его, кстати, ждет заветный сертификат на профессиональное обучение чирлидерству. Чирлидеры – это круто. Каждый раз, когда я слышу, что чирлидеры, мне сразу вспоминаются эти большие пирамиды, эти громкие кричалки, улыбки, беспечные костюмы. Мы твердо уверены, что мы выиграем. И дальше мы собираемся улучшить свой танец, поставить больше гимнастических элементов, побольше пирамид, всяких движений элементарных в своей руке. Первые отборочные туры состоялись на базе школ города. С 29 сентября по 7 октября проходят районные соревнования. Кульминационный момент – финал состоится 9 октября в рамках форума «Россия – спортивная держава». Лучшие девочки будут соревноваться в двух возрастных группах – 4-5 и 10-11 классы. А в недалеком будущем чирлидеры будут украшать чемпионат Европы по легкой атлетике, который пройдет в столице нашей республики в 2015 году и другие спортивные события. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин